Дайджест новостей В заседании законодательного собрания депутаты освободили от должности Олега Димова, ранее являвшимся заместителем председателя областного парламента. Также с этого дня он не числится и депутатом, так как перешел на должность вице-губернаторов правительства региона. Вакантное место зама следующим вопросом повестки решили оперативно закрыть. На обсуждение от партии власти выдвинули Александра Кунеловского от КПРФ Максима Амельина. У меня достаточно оснований, я здесь не могу об этом говорить, выступать против. Достаточно. Вот поэтому я депутат пяти созывов и с Александром Анатольевичем я прошел большую работу в законодательном собрании. Считаю, что с этой работой он не справится. Фракция ЛДПР также подчеркнула, что не видит ничего плохого в том, что место займет депутат от оппозиции. Однако партия поддержала кандидатуру Кунеловского. Напомним, ранее либерал-демократы не выставили кандидата на губернаторские выборы. В итоге большинством Кунеловский занимает место заместителя. Также на заседании депутату утвердили штрафы за продажу без табачных курительных смесей несовершеннолетним. Для физических лиц они будут составлять от двух до трех тысяч, для должностных лиц от четырех до пяти и для юридических лиц от сорока до пятидесяти тысяч. При повторном выявлении этого правонарушения два раза будет предусматривать увеличение штрафа. Одинным вопросом депутаты заслушали доклад Минсельхоза о подготовке к новому федеральному проекту комплексное развитие сельских территорий. То есть вот на сегодняшний день, к сожалению, подход был один. Там строим фаб, там строим дорогу, там строим детский сад, там строим школу. Сегодняшняя задача одна. Если мы школу строим, то к этой школе нужна хорошая дорога. Если в селе нужен фаб, то постараться завершить это мероприятие в рамках одного муниципального образования, в рамках одного сельского совета, чтобы деньги не разбегались по территории. А то у нас интересно иногда парадоксально бывает, строим одно, а там дороги нет. Или что-то другое, строим другое, там, допустим, ребятишек нет. То, что происходит в Оренбургской области, это катастрофа на сельских территориях. 105 тысяч жителей сельской территории покинули свои дома за 15 лет и уехали в другие регионы, на северах, куда угодно. Ну, у нас 39% сегодня населения сельского. Ну, в конце концов, у нас было 46%. Пока бы не будет конкретно заявлено правительством, как и принята программа с тем, чтобы ее финансировать, а не в течение года в три раза сокращать, только тогда можно говорить о поддержке правительства Оренбургской области. Депутаты от оппозиции также посчитали, что работа по оповещению сельских территорий о новой программе проходит плохо. По словам некоторых, они были в деревнях, которые находятся не в лучшем состоянии, и там не знают, что в программу можно вступить. Две недели программы, мы работаем, мы занимаемся над ней. И, коллеги, напомню вам, что дата предварительная дана до 1 июля. Разумеется, пока собирали просто наши пожелания, пока без экспертиз, которые будут в процессе. Но формирование программ, точка поставлена по дорожной карте, 1 декабря. У нас не упущено время, мы работаем над этим. На заседании с ЗАГСОБа, исполняющей обязанности министра финансов области, отчитался о реализации бюджета региона в 2018 году. Она отметила исторический рекорд доходов, поступивших в казну, однако оппозиция посчитала, что исполнение бюджета из-за итогового профицита нельзя назвать успешным. Алексей Чернов, Максим Морарик, городской телеканал ЮТВ. Из единственного исламского учебного заведения в регионе Медресе Хусаиния выпустилось 46 человек. Большинство из них получали религиозные знания для духовного удовлетворения и расширения кругозора. Но есть и те, кто свяжет свою жизнь с работой в мечети. В жизни мне что-то не хватало, поиск был. И я сюда пришел, решился, и не пожалел, конечно. Многое, что для жизни взял. Собираюсь еще дальше поступить. Казань уже, университет исламский. Хочется, чтобы людям потом более обширно поднести то, что я получил. Получать религиозные знания в Медресе Хусаиния можно по трем направлениям. Очная, вечерняя и заочная. Наибольшей популярностью пользуется последняя, поскольку почти все выпускники имеют семьи и основную работу. Вообще я работаю на газовой заправке. Нужно было как-то объединять семью и объединять родственников. Конечно, духовная поддержка нужна была. И нигде, кроме религии, мы не нашли ее. Самое сложное вообще в исламе и в обучении. Самое сложное, конечно, заучивание Корана. Все то, что сегодня называют терроризмом, и это все доводится до людей, до молодых людей в основном, для глупых людей, которые заблудились, которые навязали неправильную веру и сказали, что это правильно. Вы обучились в учреждениях, хочется верить, что вы действительно дальше понесете тот правильный, настоящий традиционный ислам. Всегда у меня стоял вопрос, почему про ислам говорят очень много негативного. Мне хотелось узнать из глубины исламскую религию. Три религии, мусульманская, православная и иудаистская, очень сильно взаимосвязаны. И пророки, все наши имена-то почти одинаковые все. Муса, Моисей. Обучение проживания в Мадрисе Хусаине оплачивается религиозным духовным управлением мусульман Оренбургской области. Получать знания приезжают желающие со всей области. Гостям города предоставляется общежитие. Каждое лето в учебном заведении открываются наборы учащихся. Прием осуществляется по результатам собеседования. В этом году выпускников больше, чем в прошлых годах. Надеемся, что выпускники в дальнейшем работы в своих приходах будут распространять традиционный ислам, который веками был у наших предков, где мы совместно с православными братьями жили бок о бок и защищали родину и восстанавливали. Медрисе при мечети Хусаине в городе Оренбурге построено в 1891 году на средство по инициативе мецената Ахмета Хусаинова. Татарский миллионер заботился о неимущих и о том, чтобы молодые люди получали духовное образование. В советское время здание было передано учебному заведению, а в конце 90-х вновь верующим. В Оренбурге 20 июня открыли мемориальную доску поэту-песнику Алексею Фатьянову и его соавтору-композитору Василию Соловьеву Седому. На церемонию открытия приехали внуки известных деятелей искусств. Помимо них над созданием мемориальной доски работал благотворительный фонд Евразия и администрация. Оренбург действительно стал местом создания вот этого замечательного творческого союза. Благодаря именно, может быть, нашей оренбургской земле, наша советская культура узнали вот такие замечательные произведения, которые помогали воевать, строить. Именно в Оренбурге тогда Чикалове в годы Великой Отечественной войны Алексеем Фатьяновым были написаны на солнечной поляночке и золовьи. Памятный знак появился на доме номер 21 по улице Советской не случайно. В годы войны на втором этаже этого здания была военная гостиница. Фатьянов Алексей Иванович, он был военнослужащим и здесь жил. Прототипом доски стала почтовая открытка, которую поэту в 1943 году отправил его соавтор Василий Славьев-Седой. В нем он назвал эвакуационный Оренбург городом мира. После Оренбурга он в 1946 году, когда приехал, тут же женился на моей бабушке. Здесь у него была другая девушка, звали ее тоже Галина, но и работала она балериной вот здесь. Песни на слова Алексея Фатьянова с музыкой Василия Славьева-Седова и Бориса Макраусова прозвучали в этот же день на концерте Оренбургского муниципального камерного хора «Филармонии». Валерия Шарова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ Музею ИЗО передали архивные документы о жизни семьи Ростроповичей в Оренбурге. Это событие было приурочено к Дню памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны. Документы станут артефактами музея-квартиры семьи известного музыканта в Оренбурге. В рамках национального проекта «Культура» началась реновация дома-музей семьи Ростроповичей. В настоящее время разрабатывается проект реконструкции здания и концепция музейной экспозиции, ведется научно-исследовательская работа. Одним из этапов на пути к восстановлению мемориального комплекса семьи музыкантов стала передача архивных документов. Государственный архив Оренбургской области подарил оренбуржцам возможность увидеть протоколы заседания Педагогического совета, тогда еще Чикаловского музыкального училища. Интересны документы тем, что это, во-первых, конечно же, подлинные документы. Сюда мы передали копии. Это протоколы заседания фортепианной секции, это протоколы заседания педагогических советов. На каждой странице таких протоколов мы встречаем фамилию Ростроповича. Конкретно из одного документа мы видим, что это действительно педагоги от Бога. Это и профессионалы, как музыканты, и люди, которым не безразлична судьба учеников. То есть они хотят их действительно научить, чтобы не просто детей отчислили, а они получили знания, поработали над своими ошибками. В экспозиции дома-музея позже добавятся документы о более ранних визитах семьи Ростроповича в Оренбург. Мемориальный артефакт. Реновация комплекса закончится к 2020 году. Дарья Капитанова, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова